Юридический адрес плода овощной базы – село Булатниково, улица Центральная, дом 1А, въезд со стороны МКАД. Но многие водители фур подъезжают к ней через узкие улицы населенного пункта. Именно такую дорогу им показывает навигатор. В 2005 году местная администрация установила запрещающие знаки для проезда грузовиков и бетонные ограждения. Сталкиваясь с препятствиями и пытаясь развернуться, грузовики задевали ограждение и ломали столбы освещения. «Разворачиваются, и потом, когда узнают, что база находится под кольцевой дорогой, им-то надо отсюда вернуться, они возвращаются снова туда. Но что самое интересное, около той базы, которая стоит там, не поставили даже, ну, как вам сказать, щит». А в начале лета бетонные блоки были демонтированы. Виктор Безродный, чей дом находится в непосредственной близости от этих конструкций, пытался узнать, по какой причине они были убраны. С ним солидарны и другие жители села, ведь навигатор приводит водителей к жилому дому. «Водитель объясняет, чего? Говорит, я иду по навигатору. Я говорил тогда, и в администрацию уже года два назад или год. Я говорю, ну, поговорите с ними, чтобы давали указание заезд кольцевой, а не через булатнику». В администрации по данному вопросу провели проверку, и в ходе контрольных мероприятий выяснилось, что установленные заграждения мешают въезду спасательных служб. «Выяснилось, что данная дорога перекрыта, и что препятствует развороту и надлежащему использованию техники для пожаротушения. Я думаю, что, скорее всего, это основная причина, которая была вызвана, вот данный демонтаж вот этих бетонных конструкций». В свою очередь, администрация поселения обещает выйти на контакт с представителями плода овощной базы, чтобы те разобрались с соответствием юридического и фактического адресов предприятия, и впоследствии наладили схему проезда для коммерческих большегрузов, минуя их заезд в жилую зону. «Безусловно, вот мы в таком уведомительном характере обратимся к руководству данного субъекта, чтобы они с этим вопросом как-то обратились к заявителю, собственнику, и урегулировали это противоречие». Дмитрий Книга, Юлия Погасьян, Владимир Бижонов, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.